Здравствуйте! Великие цивилизации древнего мира создали богатую и разнообразную духовную культуру и тем самым оказали заметное влияние на становление современной мировой цивилизации, культурное наследие древних цивилизаций. Сегодня нам предстоит узнать об особенностях развития культуры древних цивилизаций и возникновения христианства. Мы постараемся ответить на вопрос, какой вклад внесли древние цивилизации в мировую культуру. В процессе работы обратите внимание на основные понятия и их содержание, закономерности появления письменности, условия возникновения христианства. Обратите внимание на условные обозначения, которые напомнят вам о пунктах плана, укажут важную информацию для записи в тетрадь и задания, которые вам предстоит выполнить. Развитие письменности. Великие цивилизации древнего мира создали богатую и разнообразную культуру и тем самым оказали заметное влияние на становление современной мировой цивилизации. Первым этапом в развитии письма было появление пиктографии, которая представляла собой рисунки, передающие сообщения. Тексты наносились на разные материалы. В Египте на каменные плиты и папирус. В Месопотамии на клиненные таблички. Древнеегипетская письменность появилась в конце IV тысячелетия до н.э. и просуществовала до первых веков I тысячелетия н.э. Египетские иероглифы представляли собой пиктографические знаки, основой которых были рисунки предметов либо действий. Начало письменности в Китае датируется III тысячелетия до н.э. Сначала китайцы писали на планках из дерева или бамбука. Они же первыми начали использовать для письма бумагу. В Месопотамии получила распространение клинопись, которая появилась в конце IV тысячелетия до н.э. Пиктограммы стали преобразовываться в клинышки. Известно около 600 символов, применявшихся в клинописи двуречи и за его пределами. Древнейший алфавит был создан финикийцами в XI веке до н.э., в котором каждому знаку-букве соответствовал один звук. Использовалось 22 знака для обозначения согласных звуков. Греки немного упростили написанные финикийцами. Они добавили гласных и стали писать слева направо. Для нанесения букв использовалось стело из дерева, металла или слоновой кости. Римляне посредством этрусков унаследовали алфавит, схожий с греческим. Поставьте видео на паузу и выполните задание. Составьте классификацию различных видов письменности в виде схемы. Эпосы литературы. В древнем мире существовали разнообразные литературные жанры – сказки, поучения, биографии, религиозные тексты, поэзия. Из сохранившихся древних памятников литературы двуречия представлена эпосом о Гильгамеше. В сокровищницу древнеиндийской литературы вошли веды – сборники священных гимнов. Формировалась и эпическая литература – поэмы Махабхарата и Рамайана, каждая из которых содержит несколько десятков тысяч стихов. Древние евреи создали книги Ветхого Завета Библии. Греческая литература архаического периода – это прежде всего поэмы Гомера, Илиада и Одиссея, которые успешно передавались из поколения в поколение. Наиболее известными поэтами в Древнем Риме были Вергилии, Овидии и Горации, творчество которых относится к концу первого века до нашей эры, началу первого века нашей эры. В истории этот период получил название Золотого века римской поэзии. Уже в древности появилось и стремление создавать большие коллекции писемных произведений. Астерийский царь Ашур Бонапал приказал сделать копии литературных произведений для того, чтобы хранить их в своем дворце. Самое крупное хранилище папирусных книг было создано в Александрии Египетской. Это знаменитая Александрийская библиотека. Начало развития научного знания. Двигателем науки у древних народов были практические потребности – строительство плотин, храмов, каналов. Так развивалась математика, геометрия, астрономия, медицина. Особых успехов достигли египтяне. Они применяли десятичную систему исчисления. Составили довольно точный календарь и карту звездного неба. Объединили светила в созвездия. Египетские медики считались лучшими во всем Средиземноморье. До нас дошло немало специальных трактатов по врачеванию. Археологи обнаружили несколько сотен древнеегипетских медицинских инструментов. Медики хорошо знали строение человеческого тела благодаря обряду бальзамирования. Мавилоняне разработали систему определения фаз Луны, установили длительность года в 365 дней, знали правила извлечения корня квадратного и кубического. Индийцам мы обязаны изобретением так называемых арабских цифр. Китайцы добились многого в области астрономии. Они изучали Солнце и Луну, изобрели приборы для измерения времени – водяные и солнечные часы, открыли иглоукалывания и использовали чай как лекарство. Постоянные контакты с древневосточными народами позволили грекам перенять, а потом и развить многие достижения в математике, геометрии и астрономии. В III веке до н.э. Эвклид разработал принципы элементарной геометрии, а Архимед заложил основы механики и гидравлики, придумал зубчатое колесо. Греческие мыслители VI века до н.э. заложили основы материализма, предположив, что Вселенная зародилась благодаря вечному движению и изменению элементов – воды, воздуха, огня или атомов. Также в Древней Греции возникла и получила развитие историческая наука, и ее отцом-основателем считается Геродот. Поставьте видео на паузу и ответьте на вопрос. Как вы думаете, почему научные знания древнего мира носили практический характер? Архитектура, скульптура, живопись. Монументальная архитектура и изобразительное искусство также начали развиваться в период древних цивилизаций. В Египте развитие искусства было тесно связано со строительством городов, религий, культом мертвых и представлением о божественности монарха. Египтяне возводили монументальные усыпальницы, в которых оставляли одежду, украшения, оружие усопшего. Гробница должна была служить вечным пристанищем фараону. Новым типом усыпальницы была ступенчатая пирамида. Ее первым строителем считается имхотеп, визит фараона Джосера. Наибольшую известность приобрели пирамиды, построенные в Гизе, которые стали визитной карточкой Египта. В период нового царства царские усыпальницы стали высекать в скалах. Входы в них украшали барельефами и статуями. Подобные погребальные сооружения расположены в долине царей Близфиф. Выдающимися памятниками египетской архитектуры являются храмы. Особый тип храма представляют святилища, высеченные в скалах. Среди них выделяется храм Рамсеса II в Абу-Сембеле. Его фасад обращен к Нилу. По обе стороны от входа колоссальной статуи сидящего фараона. О мастерстве египетских художников свидетельствуют изделия из золота и драгоценных камней, найденных в гробницах. Бюст царицы Нефертити считается шедевром мирового искусства. О гробнице фараона Тутанхамона, единственное не разграбленное в древности, поражает количеством собранных для загробной жизни сокровищ. В Месопотамии архитектура носила монументальный характер. На юге Двуречья испытывали дефицит камня и дерева. Зато в изобилии была глина. Ее в необожженном виде применяли на всех стройках. Публичные религиозные сооружения строились из кирпичей голубого, белого, зеленого, желтого цветов. Поражают воображение огромные храмы – зекураты, которые служили святилищами и астрономическими обсерваториями. Древние архитектурные памятники на территории Индии относят к цивилизации Инда. В бассейне этой реки обнаружены города Харапа и Махенджадара. Индийские храмы поражают большим количеством внутренних и внешних деталей декора. В III веке до н.э. появляется памятник буддийского искусства – ступы. Храмы из дерева пагоды имели форму высокой призмы. Их крыша была заостренной. Этот вид строения переняли и китайцы. В Китае архитектура достигла своего расцвета в первом тысячелетии до н.э. В качестве строительного материала использовалось дерево и кирпич. Колоссальным защитным сооружением является Великая Китайская стена. Она была реконструирована в XV веке, приобретя современный вид. Апогей в развитии искусства Древней Греции приходится на V век до н.э. Греческий народ, воодушевленный своей победой, возводил великолепные храмы со статуями, общественные сооружения. Использовался камень и мрамор. Греческий храм был монументальным сооружением, в котором находились только статуя Бога и сокровищница. Он не был рассчитан на прием множества верующих. Наивысшим достижением древнегреческой архитектуры считаются сооружения Афинского акрополя – храм Парфенон, храм Афины, Эрихтеон, храм Зевса. Особенно много храмов и скульптур было создано при Перикле. Работами руководил архитектор и скульптор Фидий. В результате за 20 лет Афины стали одним из красивейших городов мира. Римляне в развитии архитектуры внесли такие элементы, как свод и купол. В период республики в основном строились публичные сооружения. Императоры украшали Рим монументальными формами. В память о победах возводились триумфальные арки и колонны, например, колонна Трояна Марка Аврелия. Визитная карточка Рима является колизей, построенный в первом веке и вмещавший десятки тысяч зрителей. Самым чудесным сооружением, сохранившимся до наших дней, стал храм всех богов Пантеон. Поставьте видео на паузу и выполните задание. С опоры на иллюстративный материал параграфа составьте список отличительных особенностей древневосточной и античной архитектур. Общественные зрелища. Многими видами общественных зрелищ, например, театр, цирк, олимпийские игры, мы обязаны античной цивилизации. То, что доставляло удовольствие древним грекам и римлянам, сохранило популярность и в современном мире. В середине шестого века до нашей эры религиозные празднества древних греков в честь бога Диониса породили театральные представления, трагедии и комедии. Поначалу это были танцы и песни, но вскоре появились актеры, которые декламировали мифологические сюжеты. Афиняне были страстными поклонниками театра. Представления длились три дня, в течение которых организовывались конкурсы среди авторов комедий и трагедий. Театры размещались на холмах под открытым небом и могли вместить тысячи человек. Так, театр Диониса в Афинах был способен вместить 17 тысяч посетителей. Произведения таких великих драматургов, как Эсхил, Сафокл и Еврипид поощряли патриотизм и уважение к гражданским свободам. Общественные зрелища римлян в меньшей степени были обречены к внутреннему духовному миру человека. На первый план выходила зрелищность. Хлебы и зрелищ требовали римские бедняки, и императоры заботились об удовлетворении их желаний. Популярными публичными зрелищами были гладиаторские бои. Массовые зрелища организовывались в честь важных государственных праздников или же по желанию знатных граждан. Поставьте видео на паузу и ответьте на вопрос, в чем заключались отличия древнегреческих зрелищ от древнеримских. У большинства древних народов существовали политеистические религиозные системы, то есть они поклонялись различным божествам. В период античной цивилизации возникло и распространилось религиозное учение христианства, которое является монотеистической религией. Христианство – монотеистическая религия, в основе которой лежит вера в одного всемогущего бога-творца. В период расцвета Римской империи она завоевала много разных народов. Особенно тяжелое положение было у евреев, которые проживали в Сирии и Палестине. Оставалась только вера в бога Яхве, что он не оставит свой народ, и в приход нового еврейского царя. Тогда широкой популярности стали набирать учения Иисуса Христа. Евреи верили, что его послал к ним Бог. И когда Христос въехал в Иерусалим, его встречали толпы людей. Но римские власти схватили его и подвергли мучительной смерти на кресте, опасаясь еврейских выступлений. Но община последователей Иисуса Христа не распалась. Они верили, что он воскрес после смерти. Согласно христианским описаниям жизни Иисуса и Евангелия, Христос творил чудеса и учил новому отношению к Богу, новым взаимоотношениям между людьми. Он учил людей, что духовное усовершенствование происходит только путем крещения. Избавиться от пороков и грехов можно только через любовь к единому Богу и веру в Иисуса Христа. Эту веру начали распространять среди разных народов 12 учеников Христа апостолов. Первоначально христиане подвергались гонениям со стороны властей. И только в правлении императора Константина в 313 году христианство стало государственной религией. А в 392 году император Феодосий признал христианство единственной религией империи, запретив любое поклонение языческим богам и прекратив проведение Олимпийских игр. Мировое значение античной культуры В истории Европы и всего мира античная культура оставила глубочайший след. Вся европейская цивилизация ведет свое происхождение от античных государств. Греческая государственная структура, представленная полисами, породила понимание гражданства и неотъемлемых гражданских прав, которые совмещены с обязанностями перед всем коллективом. Греческие традиции сформировали современную политическую терминологию. Античная культура вобрала в себя разные традиции и творчески их соединила. Поставьте видео на паузу и выполните задание. Назовите особенности античной культуры. Поставьте видео на паузу. Задание для закрепления. Предлагаем вам выполнить следующее задание. Составьте таблицу «Основные культурные достижения древних цивилизаций». Критерии выберите самостоятельно. Таким образом, культурное и научное наследие античной цивилизации стало основой культуры не только Европы, но и всего современного человечества. Возникшее в тот же период христианство имеет наибольшее количество приверженцев в современном мире, то есть является самой массовой религией. Античная цивилизация была построена на идее гражданских прав и обязанностей, которая являлась основой возникновения демократического строя, считавшегося важнейшим достижением античности и существующего до настоящего времени. Для качественного усвоения материала выполните задание.